здравствуйте друзья меня зовут александра постного я рада приветствовать вас на моем канале закоренела цветочник сегодня я вам буду рассказывать про цитрус одно видео у меня уже есть кому интересно можете посмотреть там был совершенно другой цитрус но тем не менее сезон цитрусов начинается с конца ноября и длится он где-то по апрель месяц почему так почему цитрусы сезонные растения ну так сложилось что в природе цитрусы плодоносят именно в этот период времени а все цветущие плодоносящие растения которые привязаны к определенному времени года являются сезонными кстати вот эти вот знаменитые до абхазские мандарины грузинские мандарины как раз в декабре это потрясающую картину можно наблюдать когда приезжаешь в грузию и там где-то в январе выпадает снег и стоят цитрусовые с плодами засыпанные снегом это вообще безумно красиво но благо снег в грузии лежит недолго поэтому на цитрусах это никоим образом не сказывается но тем не менее это зрелище потрясающие спелые плоды на фоне белого снега и так цитрус на мой взгляд и по моим наблюдениям по опросу клиентов относятся к растению которые энергетически совместимы либо несовместимы с определенным конкретным человеком если у вас есть другое мнение на этот счет поделитесь почему я сделал такие выводы ну во первых лично у меня цитрусы не живут то есть я прекрасно знаю как за ними ухаживать и сейчас я вам расскажу напомню для тех кто не видел видео или напомню тем кто уже смотрел на подзабыл но у меня есть южные окна то есть все условия для цитрусовых меня есть но они не растут то есть паутинный клещ это то что на них нападает молниеносно и сжирает под корень и даже когда я забираю погибшие цитрусы выношу на улицу на улице они там начинают оживать обрастать все с ними хорошо как только они попадают ко мне в дом все цитрусы из него тут же уходят при этом я знаю огромное количество людей у которых по 10 15 20 разных видов цитрусов кто-то вырастил из косточки там 15-метровое дерево и вообще не не знают что такое паутинный клещ поэтому не всегда когда у растений ослаблен иммунитет на него нападают вредители но если вы ему не подходите по энергетике то он начинает прикладывать все усилия для того чтобы от вас побыстрее слинять то есть это тоже так работает герой сегодняшнего ролика у нас цитрус который называется цитра фортунела микрокарпа ну я бы вот если честно если бы не знала как название идет по инвозу назвала это коломандином то есть отличие коломандин это такие небольшие плоды похожие на мандаринки вчера к нам зашел покупатель и говорит а их можно есть как раз пока цитрусы едут там часть плодов отваливается мы говорим на возьмите попробуйте но когда вас перекосит всего вы нас плохими словами не вспоминаете потому что мы предупреждали плоды вы вызревают в условиях средней полосы если у вас полярная ночь вы живете там и не знаю в мурманске например то конечно же ему необходимо досветка фитолампами потому что это растение южного окна ему нужно очень очень много света и прямые солнечные лучи но тем не менее несмотря на то что они вызревают они жутко кислые то есть мой муж который ест лимон и не моргнув глазом и его говорила один раз попробовать плодик его перекосило так я выслушала очень много нелицеприятного в свой адрес то есть ну кислые кислые и так что нужно знать когда вы приобретаете цитрус первое что у человека должно быть южное окно то есть это все-таки чисто южное окно много прямого солнечного света в момент когда вы его приобретаете он скорее всего будет у вас с плодами но потому что в магазины привозят именно плодоносящие экземпляры поэтому пересаживать его ни в коем случае сразу нельзя бывают разные формирования разные способы формирования растений но в данном случае у нас он на решетке видите такая бамбуковая решетка есть основной ствол много боковых побегов и с помощью прищепочек эти побеги закреплены на решетке ее можно снять чисто теоретически второй распространенный способ формирования это штамп то есть что такое штамп я вам показывала и рассказывал неоднократно толстый ствол сверху шапочка видите помимо того что спелые плоды приходят достаточно большое количество маленьких плодиков которые будут у вас расти и со временем они поспеют то есть это не сверху здесь есть его сбоку один маленький плодик вообще если цитрус это ваше растение а узнать вы это можете только попробовав то вы будете наблюдать как на солянами разной стадии то есть он у вас будет и спелой плоды и зачатки плодов и будет еще цвести то есть был у меня момент когда цитрус со мной прожил год это действительно очень красиво когда он и цветет и плодоносит и зреют только плоды растут то есть это очень красивое зрелище но и помним о том что паутинный клещ враг номер один соответственно при поливе осматриваем обратную сторону листа обратная сторона листа должна быть у нас чистое то есть чистое без пятен без каких-либо напылений и смотрим также на внешнюю сторону листа то есть лист должен быть однородно зеленым как только появляются желтоватые пятна это уже признак того что есть вредитель в магазинах цветочных продают специализированные грунты для цитрусов поэтому после того как он у вас закончит плодоносить на нем не будет ни бутонов ни завязей вы совершенно спокойно можете его пересадить видите корневая система у нас уже показалось через дренажное отверстие то есть подбираем горшок плюс 2 сантиметра чем теснее тем лучше вот этот 14 диаметр горшка соответственно мы это растение можем посадить в 16 максимум 17 диаметр горшка и хорошо если горшок хотя бы на сантиметр выше того в котором пришло растение к нам от садовника полив обильный раз в неделю опрыскивание по желанию это очень большое заблуждение что если вы опрыскиваете растение на нем не заведется паутинный клещ если высокая влажность на нем не заведется паутинный клещ это миф потому что ну достаточно большой опыт у меня наблюдение и в высокой влажности уже рассказывала в одном из видео про то что во вьетнаме там очень высокая влажность при этом много растений в частности плющи вот таким слоем паутины покрыты они все в паутинном клеще то есть влажность не является гарантией того, что у вас растение не заболеет. Все, что нужно, смотрим со всех сторон. Так как растение плодоносящее, возможно, вы захотите использовать его в виде корочку потереть, в чай добавить для кислоты, просто попробовать испытать ранее неизведанное, то все-таки лучше его не обрабатывать сильными химикатами. Шампунь от клещей Блох, который продается в обычном зоомагазине, очень хорошо себя зарекомендовал. И в принципе, если вы раз в неделю будете обрабатывать его или этим шампунем, ну, само собой, раствором с водой, либо раствором зеленого мыла, то таким образом вы обезопасите, что ли, скажем так. Это будет профилактика весьма неплохая для того, чтобы растение не заболело. Но гарантий нет никаких, он либо с вами подружится, либо нет. Итак, грунт можно взять для цитрусов, можно взять универсальный грунт. Удобрения тоже есть специализированные для них. Ну, в принципе, наверное, все я вам рассказала, что хотела. Если о чем-то умолчала, пишите в комментариях, я обязательно на них отвечу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и надеюсь, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok